всем привет блендер 2 91 на канале андрюха 1981 делал имена вот такого жука и делал в мае именно ему рик и анимацию искал в блендер как это все дело делается не нашел вообще никакого контента ну давайте вот попробуем что-то здесь заанимировать ставить кости вот этому жуку мало ли кто-то ищет информацию а ее нет ну хоть какая-то возможно будет пускай и так вот этот жук это забрать 2019 базовый его можно оттуда вытащить и просто попробовать так теперь shift а добавляем арматура single bone в принципе по костям очень много роликов на канале у меня и ничего такого нового не делается в принципе все базово вставляется настраивается так и edit mode выбираем косточку g подставляем ее вот сюда и перекручиваем так вот таким вот образом и g подставляем смотрим чтобы четко стало посередине семерка на нампаде так теперь тройка на нампаде а будем делать вот такую штукенцию вытаскиваем из голову из головы до семерка на нампаде будем делать вот такую штукенцию вытаскиваем из головы е косточку единица на нампаде альт пи clear парен ее отсоединяем р немножко подкручиваем тройка на нампаде нужно все это дело g подставить именно к лапе ну вот пусть тут сюда семерка на нампаде р чуть-чуть подкрутить g подогнать теперь можно g подправить таким вот образом так это теперь вот сюда выводим а эту косточку повыше косточка здесь вот изгиб идет здесь по-хорошему ну да наверное поставим несколько костей как они будут все вести потом посмотрим так единица нампаде обязательно это все дело подогнать подкрутить вот таким вот образом так это дело установлено теперь что нужно тут еще от пара лап семерка на нампаде вытаскиваем опять же е косточку alt пи clear parent ее отсоединяем также g подгоняем этой кости семерка на нампаде g можно ее подогнать подкорректировать так здесь будет вот большая уже кость так смотрим как она установилась g хорошо подгадываем подравниваем мы погнали здесь тоже е английская все дело это экстрадировать здесь побольше кости делаем так ну и опять же со всех ракурсов смотрим так вот эта косточка delete bone так g подгадываем и g устанавливаем так чуть-чуть чтобы она в мэш хорошо заходила ну а здесь вот эту косточку shift d сочетание клавиш копируем теперь немножко вот так установим r даже нет давайте удалим почему чтобы она у нас была не перекрученная так реклама достала семерка на нампаде е опять же вытащим кость alt p не поленимся все это дело отсоединим но зато она у нас теперь будет ровная без перекрута так теперь g устанавливаем ее вот сюда и здесь g ее вот так вот подравниваем устанавливаем именно четко на лапу так это выбираем g здесь теперь что у нас получается здесь у нас большая лапа это значит е здесь что у нас получается ну а здесь пускай будет две вот так две кости теперь с каждого ракурса опять же все это дело g подгадываем смотрим ну вроде все установилось теперь тройка на нампаде и нужно сделать хвост косточки ведем от тазовой кости только в другом направлении вот так вот ctrl z предварительно вот эту косточку alt p clear parent мы отсоединяем выбираем вверх кости е и вот так вот побольше чтобы можно все это дело было здесь потом мягко крутить ну вот в принципе часть сделана теперь нам понадобится еще одна косточка е выбираем alt p clear parent отсоединяем и подгадываем ее именно к усу где ус ус так ctrl z g вот так так здесь можно их побольше поставить чтобы живой такой ус был вот так вот здесь он изогнут так что нужно это все дело опять же поправлять смотрим с разных ракурсов чтобы уже потом не переделывать косяков не было так это есть такое дело так ну у нас же еще вот они лапки есть так но они близко к голове как бы это все дело потом у нас не потянуло в принципе их можно не анимировать достаточно вот этих лап если что добавить уже не проблема будет так что делать я их наверное не буду так теперь что нужно сделать еще вытащить тройка на нампаде вытаскиваем е кость так теперь alt p clear parent и пробуем это все дело вот так вытянуть на крыло это будет большая кость у нас но стыковаться она четко должна где вот находится вот этот выход крыла чтобы у нас потом не было больших проблем что гнуться будет не там где надо так ну что то в таком духе так ну а теперь все связываем ну и немножко р так вот такая штука сейчас попробуем вот так ее вот так подогнать ну и немножко g усаживаем пониже вот где изгиб крыла вот что то в таком духе ну а теперь все связываем и в принципе доработка и риф будет готов так это мы привязываем вот к этой кости получается выбираем все лапы вот эти и привязываем через shift ctrl p keep offset вот к этой спинной кости так хвост привязываем к тазовой кости через shift ctrl p keep offset крыло то же самое привязываем к спине ctrl p ctrl p keep offset ну и в принципе все так усы 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 можно к голове привязать ctrl p keep offset теперь чтобы лапами управлять давайте вытащим вот отсюда косточки так это G еще подгадать получается E вытаскиваем косточку выделяем ее alt p clear parent отсюда тоже косточку alt p clear parent ну а эту косточку давайте вперед вытянем чтобы ее потом не потерять alt p clear parent так все это дело сделано ну теперь единица на нампаде и нужно все это дело выбрать вот таким вот образом так смотрим чтобы не выбрать лишнего ну так вот как то да ну да вроде все выбрано теперь единица на нампаде делаем shift d сочетание клавиш так ctrl z ctrl z ctrl shift z назад на шах вперед на шах идем так shift d щелчок чтоб не сдвинуть кости теперь mirror x global и чтобы четко посадить через мов так ну просматриваем чтобы все попало хорошо все вот такой получается рик беда вот в чем может произойти что вот косточки вот эти слишком рядом и вот эту кость вот эта кость может тянуть за собой вот эту вот этот ус поэтому давайте сделаем какую штуку g поменьше ну и эту тоже g поменьше не знаю будет она все крыло тянуть или нет сейчас будем все это дело смотреть так рик в принципе готов object мод выбираем персонажа выбираем кости ctrl p wait automatic widget теперь выбираем только кости заходим в post мод и поднастроим вот эти все косточки так лапы будем настраивать в принципе можно их настроить как и восьминога выбираем вот эту косточку ctrl shift c жмем inverse kinematic настройка кости и выбираем влияние пускай на 3 кости пока это тоже делаем так же c inverse kinematic на 3 кости так здесь то же самое ctrl shift c inverse kinematic здесь уже 1 2 ну тоже на 3 кости так что еще тут можно настроить а настроить можно еще усы таким образом можно тоже добавить ему inverse kinematic чтобы уже не запариваться ну да в принципе так и сделаем edit mode вот так вот косточку вытянем g чуть вбок и вот так вот косточку вытянем эту косточку alt p clear parent и вот эту косточку alt p clear parent и вот эту косточку alt p clear parent перевяжем перевяжем теперь перевяжем теперь именно рик к персонажу потому что добавили косточки это делаем ctrl p with automatic widget перевязываем выбираем кости и заходим опять в post mode и настраиваем вот это все дело ctrl shift c inverse kinematic здесь поставим на 4 кости и эту тоже ctrl shift c inverse kinematic на 4 кости ну вот в принципе все пока сейчас надо сохранить сразу все это дело save us ну и теперь проверить конечно как у нас работают крылья крылья работают но вот косяк в чем вы видите и тело движется если мы будем крыло вниз сильно опускать вот таким вот образом то у нас получится что вминает груди на вот это смотрим как она будет выглядеть это них не есть хорошо ctrl z добавим еще косточки edit mode так вот отсюда вытаскиваем кость и и доводим ее ну давайте вот до грудины вот сюда вот так ну где то таким образом так отсоединяем alt p clear parent теперь она будет держать вот эту толщину грудины и сделаем единицу на нампаде shift d щелчок левая кнопка мыши правая кнопка мыши mirror x global и опять же подставляем ее на эту сторону так заходим опять в а пардонте еще их надо привязать выбираем все косточки вот эти и вяжем их опять же спинной ctrl p keep offset теперь заходим в object mode и опять же rig сначала выбираем персонажа rig ctrl p и automatic все это дело перевяжем выбираем косточки заходим в post mode и смотрим как все тут работает вы видите грудина теперь не вдавливается вообще все прикольно можно еще добавить вот этих крыльев сейчас покажу как все это делать так что еще тут а вот эти лапы тоже нужно поднастроить ctrl c inverse kinematic на три кости пускай тоже будут ctrl c inverse kinematic и опять же три кости ну и тут то же самое тк и пускай тк тк и тк и тк и и тк и тк 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 на тк и Это 4, пусть на 5 костей действует. И это тоже ус на 5 костей. Так. Выбираем Inverse Kinematic. Опять же выбираем вот эту косточку. Ctrl-Shift-C. Ставим Copy Location. А вот этим костям ставим Ctrl-Shift-C. Копии Трансформация. Ставим Local Space. Local Space. И немножко интенсивность уменьшаем. Смотрим, как теперь будет работать лапа. Вот она теперь более живая. Все нормально. То же самое проделываем и с этими лапами. Ctrl-Shift-C. Local Copy Location. Уменьшаем интенсивность. Вот эту косточку. Вот эту. Ctrl-Shift-C. Так. Это Copy Трансформация. Ну и опять же. Local Space. Local Space. Интенсивность. Наполовину. Вот эти лапы маленькие. Настраивать так не будем. Потому что большой амплитуды у них не будет такой. Ну и вот эти тоже поднастроим таким же образом. Ctrl-Shift-C. АМПЛИМЕННОЙ. вот все настроены так теперь попробуем вот этот зад настроить тоже выбираем допустим вот эту косточку и вот эту первую control shift c делаем copy rotation ставим local space local space интенсивность чуть-чуть поменьше и пробуем если мы эту косточку теперь возьмем g так что-то она не хочет работать так а если мы и так будем гнуть вот она теперь гнется и можно к ней теперь настроить другую вот эту кость тоже так выбираем вот эту кость так вот эту вот к этой control shift c copy rotation так control z не так наоборот сначала copy rotation выбираем через shift вот эту косточку control shift c copy rotation так проверяем вот она все прикольно гнется так ну и вот этой тоже настроим control shift c copy rotation и интенсивность как-то так 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 control z почему выкаблучивается мы ее поставим поменьше так и вот теперь она прикольно работает сохраняем теперь файл сейф то же самое можно конечно без inverse kinematic настроить и усы вот эти нижнюю эту косточку можно двигать а эти будет как бы плавно извиваться так вот эту косточку немножко и пониже вот так сделаем вот такой персонаж теперь можно что сделать добавить еще ему крылья как это все сделать делаем вот такую штуку заходим заходим в object mode заходим в object mode единица на нампаде все это дело выделяем делаем shift d отводим и вот этому персонажу вот этому персонажу нужно можно просто удалить кости так ctrl z ctrl z тогда удаляется и персонаж ну значит нужно выбрать персонажа и применить к нему вот этот рик нажимаем apply а вот теперь можно delete удалить кости так не хочет так делаться да печально ctrl z ctrl z c становится назад вот этот персонаж без костей и теперь зайдем в edit mode выберем рентген c английская выбираем вот эти вот крылья sk смотрим как они выбрались все ли замазаны вот так да ну и это крыло тоже наверно выберем делаем ctrl и и delete вертексы вот у нас остаются вот эти крылья еще одни теперь мы заходим в object mode и эти крылья подставляем вот к этому персонажу вот так так единицам нам пади это слишком близко они будут их можно еще сделать каким образом да заходим в edit mode вот эти вот это крыло одно delete тогда тоже удаляем вертекса заходим в object mode и попробуем вот это крыло так семерка на нам пади как бы r g так r и поставим ее как бы пониже вот сюда немножко перекрутим и поставим ее в душу вот сюда ну где то так так единицы нам пади можно даже сделать ее вот это крыло поменьше s ну где то таким образом теперь делаем модификатор добавляем миррор где он тут миррор по игреку по по иксу что то тут все относительно персонажа вот так вот вот ну а теперь суть вопросов нужно теперь добавить к ним кости заходим выбираем рик заходим так сначала давайте объединим эти крылья с персонажем control j так это что тут такое control z значит будем вот так если сделать control j уже не объединяться ну мы тогда просто костям добавим как бом кости так выбираем косточки edit mode и вытащим вот отсюда еще кости так вот от этой кости сейчас вытащим е и отсоединим alt p или нет давайте удалим бомбом и добавим shift а кость вот она у пивота появилась теперь единица на нампаде g r g вот сюда и можно ее сделать побольше так теперь выбираем косточку g подставляем смотрим где начало у крыла вот так как то и и привязываем вот это крыло опять же к позвоночнику control p и по сет единица на нампаде делаем ей вот этой косточки shift d щелчок правая кнопка мыши mirror x global и опять же move устанавливаем вот к этому крылу теперь самый важный вопрос чтобы вот эти крылья но отрегулировать чтобы они сильно не входили в персонажа сейчас мы это все дело проверим вот вот таким вот образом и применим мир все теперь это один объект выбираем теперь персонажа выбираем кости через shift control p with automatic widget перевязываем все это дело выбираем вот эти кости и через shift вот эти крылья заходим так пардонте крылья кости и посмотрим и тут вот косяк что крылья должны быть разные ну в смысле два крыла должно быть возвращаемся выбираем вот это крыло делаем shift d щелчок выбираем первое крыло заходим в edit mode ставим рентген и удаляем вот одно крыло вот так выделяем и делаем del delete vertex заходим в object mode выбираем еще одно крыло вот это заходим в edit mode и теперь удаляем вот это вот крыло и delete vertex теперь у нас два крыла object и вот теперь выбираем одно крыло и кости заходим в post mode выбираем косточку вот эту и жмем ctrl p bond выходим в object mode выбираем теперь это крыло эту косточку пост эту кость теперь выбираем и ctrl p bond заходим в object mode просто выбираем одни кости и заходим в post mode проверяем rig эту косточку крутим верхнем видите работает крыло так это крыло тоже R работает ну и вот это крыло тоже работает все rig готов ctrl z ctrl z чтобы все стало на место и теперь все это дело мы сохраняем в object mode зайдем файл save ну вот такой rig вот так все здесь дело установлено теперь в следующем ролике попробую сделать анимацию чтобы он двигался полетал чуть-чуть все всем пока до свидания